Водные процедуры для газона и кустарников. В сквере у Докастанкомаш работы начинаются строго по расписанию с 8 вечера до 5 утра. Чтобы не оставить весь микрорайон без воды, десятки газонов поливаются по очереди. Такую масштабную автоматическую систему создали впервые в Челябинске. Она, кстати, еще и умная. Во время дождя поливать не будет. За это будет отвечать датчик погодных условий. Если осадков будет достаточно для орошения, то система не включится. Датчик погодных осадков остановит полив. Такая система полива стала необходима из-за масштабного озеленения. Здесь высадили сотни деревьев и кустарников, а также положили 10 тысяч квадратных метров газона. На месте бывшего пустыря установили скамейки и малые формы. Построили специальные амфитеатры с удобным покрытием из пластиковой доски, которые, с одной стороны, могут использоваться просто как место отдыха. И на них сейчас уже сидят, отдыхают люди, мамы с детишками, бегают ребята. А с другой стороны, в случае проведения мероприятий, это будут такие мини-трибуны. Работы полностью завершат весной следующего года. Здесь появятся детские площадки, небольшой скейт-парк. Зимой будут заливать каток. Сквер, кстати, уже стал популярным местом отдыха. В новом сквере не стали делать отдельную площадку для выгула собак. Для прогулок с питомцами проложили тропинки по периметру. Здесь же установили урны с пакетами. Все для того, чтобы сквер был всегда чистым. За сквером и безопасностью будет следить и система видеонаблюдения. Все-таки благоустройство для Ленинского района масштабное. Всего на проект из разных бюджетов потратили около 100 миллионов рублей. Дмитрий Бачко, Роман Поротиков, 31 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова